Формула Штайнмайера в бездействии. Осуществим ли мирный план Зеленского? Какова судьба иностранных инвестиций в нашей стране или что такое бизнес по-украински? Каковы риски существуют для мира в Черном море? Об этом и не только. Смотрите в обзоре нового выпуска Киевпост. Это очень большой выпуск, 32 страницы. Это больше, чем обычно. И у нас несколько очень важных тем. Наверное, главная тема – это Донбасс. У нас будет две статьи на эту тему. Первая статья о том, почему план Зеленского по урегулированию конфликта на Донбассе пока не работает и какие сложности будут с ним. Вторая статья о том, как война влияет на детей и на детей, которые живут близко к фронту. У нас специальная рубрика World in Ukraine про Турцию, где мы рассказываем о связях между Украиной и Турцией. Особенно об экономических связях, но не только. Тоже о политических, социальных. И еще такие темы, как турецкие компании, которые работают в Украине, турецкая инвестиция в Украине и особенно в Донбассе и безопасность в Черном море. Формула Штайнмайера. Три недели после подписания. Какие долгосрочные проблемы могут поспособствовать продолжению войны на Донбассе? И почему Владимир Зеленский до сих пор не смог реализовать свой мирный план? Разбирался Алексей Сорокин. Сейчас прекрасно понимаем, что у Зеленского есть оппозиция как и внутри страны, так и со стороны России, которая блокирует разведение войск, которое все новые и новые требования выдвигает, чтобы произошла встреча в нормандском формате. Как мы знаем, Зеленский жаждет встречи в нормандском формате еще с конца августа-начала сентября, но до сих пор не удалось договориться о проведении такой встречи. И в первую очередь данную встречу блокирует Россия, которая выдвигает все новые и новые требования по поводу того, как именно и после чего должна произойти эта встреча. Вот недавно Россия заявила, что сама встреча в нормандском формате может произойти только после разведения войск. Хотя мы знаем, что Россия в принципе сама и блокирует разведение войск, не давая семидневные перемирия в этих участках. И есть ли гарантии того, что через семь дней можно будет вновь развести войска? Каковы причины того, что до сих пор не состоялась встреча в нормандском формате? И чем грозит нынешнее затишье? Эта тема меня давно интересовала. Я писал предыдущие материалы по поводу формулы Штайнмайера. Я объяснял для наших считателей, что это такое, к чему она может привести. И я эту тему вел достаточно давно, поэтому я решил посмотреть более подробно, почему эта тема, которая так сильно обсуждалась в конце сентября, начале октября, были протесты. Зеленский много раз комментировал эту тему. Почему сейчас мы пришли к тому, что ничего не происходит? Турецкие инвестиции в нашу страну. Как сейчас себя чувствует иностранный бизнес в Украине? Подробнее об этом читайте в рубрике World in Ukraine. Мы обращаем внимание на связи между Украиной и разными странами мира. В этот раз Турция. Это не первый раз, когда мы пишем о Турции, но еще было и World in Ukraine про Польшу, про Германию. Мы пишем о том, например, в аграрном секторе, что происходит. В секторе возобновляем энергетики. Также будет в секторе мобильной связи. У нас будет интервью с главой LifeSale в Украине. Приурочено это будет ко дню республики Турция 29 октября. И тем самым мы хотим показать, что нам эта тема интересна. На примере турецких инвестиций журналисты «Киевпост» разбирались в том, какие тренды и проблемы существуют в нашей стране и каковы ближайшие перспективы. О группе «Анур» – это группа, которая строительством занимается. О том, как она будет инвестировать в Мариуполь, в инфраструктуру Мариуполя. Какие там тендеры будут происходить. Потому что они одни из самых таких, можно сказать, важных игроков на рынке. Поэтому это очень тоже интересно будет. Это будет достаточно чувствительный вопрос, поскольку не каждый инвестор хочет идти на восток. Достаточно рассматривают часто это как рискованные инвестиции. Но с точки зрения «Анур», я думаю, что они хотят все-таки реализовать многие планы. И к другим темам. Туман или смог? Каково качество воздуха в украинской столице? Уникальная выставка на железнодорожной станции. А также интересные способы отметить Хэллоуин. О чем еще пойдет речь в рубрике «Лайфстайл». У нас статья от нашего корреспондента в Канаде о концерте такой очень, насколько я понимаю, знаменитой группой из Украины «Даха Браха». Группа называет свою музыку этно-хаосом. О главных событиях в Украине и мире, а также свежую аналитику читайте в новом номере украинского англоязычного еженедельника «Киевпост». Киевпост. Listen to Ukraine's global voice. Киевпост. Listen to Ukraine's global voice.